Собака для человека испокон веков не просто животное, а настоящий друг, спутник и член семьи. Поэтому к заведению питомца нужно подходить осознанно. Важно понимать, что животное не вещь. Оно будет требовать комплексного ухода, заботы и внимания. Первое, что нужно сделать – верно подобрать собаку. Чаще всего люди просто хотят, например, какую-то породу собак, но не подходящую к их нему образу жизни. Ну, к примеру, если можно сказать, например, Биголь или Джек Рассел или то же самое австралийская овчарка, с которой нужно гулять. Если вы любите валяться на диване, такая порода вам не подойдет 100%. Поэтому чаще всего еще проблемы из-за этого. Потом вы должны быть готовы, что вы берете маленького щенка, маленький щенок – это ребенок. Нужно быть готовыми к частой уборке квартиры. До 6-7 месяцев щенок может справлять нужду дома. Пушистый ребенок может носиться и проказничать. Что говорит лишь о том, что малыш развивается и абсолютно здоров. Щенок требует максимум внимания, игр и прогулок. Потом, опять же, кусаются. Ну, извините меня, это тоже собаки. Да, мы же не будем ребенка своего отучать играть руками. Щенки играют зубами. Это тоже нормально. Просто нужно его научить правильно играть. Все мы воспитываем детей, но почему-то мы все думаем, что собака рождается уже умной. До года необходимо упорно вкладываться в воспитание четвероногого. Тогда взрослый любимец не будет приносить лишних хлопот на протяжении долгих лет. На современном рынке представлено множество вариантов питания. Корма, натуральное мясо. Можно подключать пищу со своего стола. Также не стоит забывать о здоровье питомца. Раз в год необходимо показывать животное ветеринару. Вовремя водить на прививки и внимательно наблюдать за его состоянием. Есть, конечно, что нельзя собакам. Но это в большинстве своем то же самое, что нельзя людям. Жирная, копченая. То есть вот в таком нельзя. Кости нельзя. Если, конечно, есть что-то, что вас смущает, потому что мы свою собаку чаще знаем, смотрим, что она более вялая сейчас. Или, к примеру, отказалась от еды, а для нее это ненормально именно для данной собаки, то тогда идем к ветврачам. То есть осмотр ветврача раз в год, я думаю, что это нормально. Ну, плюс к этому понятно, что глистогонка, глист мы травим тоже в периодичности. Дальше обработка от всяких паразитов тоже в периодичности. То есть это все идет в периодичности. А клещи, когда есть клещи, глисты два раза в год, то есть это тоже не так сложно. Одна из насущных проблем собачников в новогодний период – салюты. Реакция на непривычный громкий звук может быть непредсказуемой. У всех собак чувствительные к децибелам барабанные перепонки. Поэтому даже не слишком громкий хлопок может очень сильно напугать животное. Звуки фейерверков могут вызвать панику, стресс и настороженность даже у опытного питомца. Во-первых, мы стараемся, конечно же, избегать этих всех звуков, но избежать полностью их невозможно. Во-первых, обязательно собаку только на поводке. Мы не спускаем с поводка, потому что даже собака, которая не боится салютов, может случиться такое, что в какой-то момент, когда она не ожидает, шарахнет, и собака убежит. В момент убегания собака не слышит, не видит. И когда она очухивается от стресса, тогда она теряется. Как раз вот почему проблема идет. Что собака не знает, где она и куда ей деваться. А дресники обязательно. В новогоднюю ночь лучше вводить собаку на прогулку заблаговременно. До масштабного запуска салютов и петард. Собака – друг человека. И это не просто расхожая фраза. Заботясь о питомце, мы забываем о проблемах, заряжаемся позитивными эмоциями. Собаки удивительным образом считывают наше состояние, преданно ждут и отдают всё своё тепло и ласку. Поэтому так важно отвечать им взаимностью. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.